Так вот, на обратном векторе работает, сразу же работает, вот сейчас же, значит, работает привычка, работает рассудок, работает самолюбие, страсть, и выражается, потому что очень так, коактивно, вернее, у него пластичность, очень воображение, оно совершенно такое, ну, точно и очень, оно сразу располагает, как-то очень геометрично располагает все вещи, ну, по геометрии я имею в виду, абсолютно геометрия. В ту же самую секунду, вот эта вот страсть, ум, рассудок, привычка, самолюбие, страсть, наслаивают на наши подлинные впечатления, удар, прямой удар истины, наслаивают и вырастает. Наслаивают, я, к этому слову, наслаивают, ну, я все время перебиваю сам себя, но я, по-моему, как легче с этим, чем если я просто формально засчитал бы безупречно красивый текст, он был бы менее понятен, наверное. Например, говорит так, просто в таких случаях, что дальше, ну, мускулиста дать читателю самому себе образ этого наслаивают, он говорит, что, скажем, предмет любви, например, Альбертина, она была похожа на камень, на который нанесло очень много снега, то есть, которое сразу-то из впечатления, какая-то таинственная вещь, тайное впечатление от Альбертины, которая меня к Альбертине привязала. Я не знаю, что это за впечатление, я бы не разобрался. И тут же она обросла, как камень, обросла колоссами губы снега. То есть, наросли на них пласты, как говорит хруст, промежуточных состояний. Или, представьте себе, что она, то есть, само впечатление было дискретно, а эта наросшая конструкция, как бы чудовищно, я опять-таки словами грустно говорю, чудовищно разросла все пространство и время. А пространство и время, это что-то, в данном случае, точки чего сенсибилизированы для нас любовью. Поэтому Альбертина не здесь, вот в этом цели, а в любом предмете, на котором проросло мое отношение к Альбертине. И я в Альбертину буду сидеть в самых неожиданных местах. Самых, как смерть Альбертины. Смерть Альбертины не один может совершиться. Она будет миллионы раз умирать, по мере того, как я буду оказываться в точках, или передусом предметов, которые содержат в себе банк Альбертины. И убить ее одним агентом я не могу. Она и сама не умирает одним агентом, и убить одним агентом я не могу. А вот представьте себе, вот этот вот, как бы, чудовищно наросший снег, снег конструкции на строительный камешек. Камешек впечатлений. Чтобы разрослись так, впечатлений должно было, как выражается вопрос, уйти в бок от своей прямой линии. То есть, от своего действительного, подлинного смысла, в котором мы или не захотели разобраться, или пока у нас и не было времени разобраться. И у нас его, это время появится только потом, конечно. Мы потом собираем, а не сразу. Ну, и согласно смыслу слова «собираем», чтобы кто-то собирать, нужно сначала разбросать. И вот жизнь разбрасывает так, как вот это в углу, что можно сравнить с этим, как вот побегу коляски, коляски твоей жизни, с громадной скоростью перед тобой распахивается пространство и время. Или как бы убегающие от тебя, разбегающиеся от тебя вселенные. Вот придут ли они назад? Дальше пишет он так. Так вот, вот это все, что наслоено работой, мгновенно начинающейся работой, противоположно направленной работе художника, работой самолюбия, страсти, привычки, ума, так вот это все, что наросло, окончательно скрыв от нас подлинные впечатления, и что несет в себе цели, называемые нами практическими, то есть цели практической, непосредственной реализации. Или я бы сказал, да, реактивные цели. То есть что-то происходит, мы реагируем, осуществляем, тратим энергию. Вот все это ошибочным образом называется нами жизнью. Но здесь просто и вводит то развлечение, о котором я вам говорил, между жизнью подлинной и жизнью повседневной. Повседневной. Причем различие, как я говорил вам, не иерархическое такое, что вот сейчас вот мы живем тем, что называется обыденной жизнью, а после смерти там какая-то другая. Нет. Различие это в каждой точке внутри, или поперек, или вертикально, любого конкретного предмета или события. Значит, мы ложно называем это жизнью. Значит, ложно, нечто ложно называемое жизнью составлено из снега наросшего на камень. Нарощенного вот теми вот силами, о которых я уже говорил, то есть привычкой там и так далее. Так вот, тогда можно сказать, говорит Пусть, что это столь сложное искусство, вот то, которое противоположное вероятно, а она, это работа художника, который должен срезать все эти конструкции, она не может не быть сложной, никаким реалистическим описанием нельзя получить того, что нужно получить с работой художника. Потому что то, что может дать реалистическое описание, которое как раз не видит, как выражается Прус, того, куда проросли видимые нами на поверхности предметы, куда они проросли, то есть внутренний корень прорастания, вот через эти конструкции и так далее, и так далее, мы его, оно не видит. И описание правдоподобное было бы таким ложным. Ну, и действительно искусство, и сложное описание. Так вот, это сложное искусство, здесь, говорит, просто единственное живое искусство. То есть, оно единственно может быть орудием нашей жизни. То есть, какой жизни? подлинной жизни. Только оно, то есть, это сложное искусство, может для других выразить, и нам самим показать нашу собственную жизнь. потому что то, что продолжает происходить внутри подлинных впечатлений, оно продолжает происходить. Мы там живем, но живем и в снежной бабе, которая наросла. то есть, что то, что то было . Продолжение следует...